Приветики мои пикасики, рада вас видеть. Меня зовут Юлия Герасим, я художник-иллюстратор. В связи с последними новостями у меня новая рубрика, назову ее Ассоциативный портрет. Подписывайтесь на мой пуст, и тем самым вы поможете развитию моего канала. Ассоциативный портрет может быть основан на мимике, голосе, жестикуляции, внешности, а также на поступках того или иного человека. Кстати, да, у нас не принято акцентрировать свое внимание на внешности человека. Однако я художник, и это моя профдеятельность. Допустим, мне необходимо изобразить персонажа. Его облик должен показывать его характер и внутренний мир. Поэтому художники обращают внимание на все. Итак, наш сегодняшний персонаж Садья Тасс. Да-да, именно персонаж, потому как настоящее его имя Сергей Яковлев. Нихуя с вами, блядь! И мы будем рисовать ассоциативный портрет нашего псевдопсихолога, ведь по образованию он повар! Думаю, что многие уже в курсе, что совсем недавно наш персонаж на своем семинаре ударил женщину по голове ее же сумкой. Ой-ой-ой-ой! 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 Это все сильное какое-то! Маму! Маму! Да-ка-ка-ка! 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 Не раздумай! Я-ка-ка-ка! Я отправляла короткие видео с нашим персонажем. Во время просмотра видео я испытала достаточно сильный стресс, потому как у меня сработали триггеры. С подобным насилием я встречалась последний раз в школе. Это был восьмой класс. Мальчик с нами учился всего один год, но за этот год он вымотал все мои нервы. Он меня тыркал, дергал, обзывал галогенкой, насколько помню, потому что я носила очки. Просыпайся-ка! Мне приходилось давать ему словесный отпор, отталкивать, потому что за меня никто не заступался. В конечном итоге он ударил меня по голове за всей дури, за всего размаху моим же рюкзаком. В тот момент я испытала боль, очень большую боль. Вы представьте, рюкзак вот так. Было очень стыдно, потому что вокруг были одноклассники. Никто из учителей, никто из одноклассников за меня не заступился. В школе было очень много насилия. Я думаю, что данной теме стоит уделить отдельный видеоролик. Если это видео наберет 5000 лайков, то я сделаю отдельное видео про школьное насилие. Таким образом я пойму, что данная тема вам интересна. Теперь идем к ассоциативному портрету нашего персонажа. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие ассоциации у вас возникают при педе и прослушивании лекций с Акидас. Свой вариант я уже набросала карандашом на бумаге. И сейчас мы приступим к цвету. Конечно, было бы удобно снимать на две камеры, чтобы отдельно рисунок близко. И отдельно я. К сожалению, сейчас у меня нет такой возможности, поэтому у меня все на одну камеру. Ваша подписка на Пусти ускорит процесс приобретения новой камеры. И, конечно, мои видео станут еще качественнее. Итак, у меня перед лицом вспомогательный портрет нашего персонажа. И сейчас я приступлю к цвету. Для начала я помечу самые светлые участки. Давайте пометим ему лысину. Морщинки о возмущении. Наш персонаж очень много возмущается. Он вечно чем-то недоволен. Поэтому вот эти морщиночки, они у него возникают. Я вовремя заметила, что у меня закончилась память на телефоне. Поэтому мне нужно скорее рисовать. Пришлось удалять битвозики. Обидно, конечно. Надеюсь, мне хватит памяти записать. Процесс. Я не хочу делать никакие разборы ситуации, которые произошли на семинаре. Для меня это полная дикость. И на ютубе очень много разных видеороликов. Даже разборы психологов. Я могу себя проявить как художник. Собственно, что я и делаю. Я считаю, что никто не имеет права бить другого человека. Как можно бить того, кто у тебя слабее физически. К тому же, в момент, когда человек сидит. Ну, типа, это одно и то же, что и со спины ударить. Я считаю. Я закончила работать белым цветом. Теперь я приступаю к теням. Но не самым темным денем. К полуденям. Представьте, вот... Женщина пришла на семинар. Вместе с мужем. Наверное, потому что есть какая-то проблема в семье. Когда шудеечки не понравились психологу. Он начал наезжать на женщину. Оскорблять ее. Муж не поддержал. Муж встал на сторону психолога. Женщина продолжила отстаивать свои границы. Потому что, представьте, вокруг люди. Муж сидит. Сам психолог на нее наезжает. Она одна. Характер у всех разный. Кто-то проглотит. И потом будет страдать. А кто-то себя отстаивает. По-разному отстаивает. Понятное дело, что... В конечном итоге... При муж... Стали по голове. Муж даже не заступился. Не важно, в каких вы отношениях с женой. Даже если вы уже разведены. Как мужчина может себе позволить проигнорировать данную ситуацию. Вот из-за таких мужчин мы, женщины, не хотим выходить замуж. Потому что... Ну а смысл? Женщина хочет защиту. А если даже с мужчиной нет защиты, то какой смысл? Смысла нет. Поэтому все. Зачем? Нам, женщинам, не хватает защиты. Потому что защитников... Как таковых нет. Ну правда. Я вот себя в жизни никогда не чувствовала защищенной. В отношениях, когда я была... Кстати, чисто психологически. Я выбираю крупных мужчин. Мне хочется ощущать защиту. Но! Ощущать, чувствовать защиту. Но скажу вам, что... Крупные мужики чаще всего такие добряки. Нету защиты не чувствуемых, ребят. Короче... Запечатлено. Мы, женщины, не чувствуем себя защищенными. Даже замужем. Даже имея отцов и братьев. Есть исключения, когда действительно мужчины защищают. Чувствуют, что они ответственны за это все. Но... Но... Я просто в одну. Представляю, я прихожу. Куда-то, где есть люди. Переполох. Какой-то случается. Где я, как эмоциональная женщина, вступаю в какую-то негативную дискуссию. И мой мужчина, вместо того, чтобы меня поддержать, не важно, буду я права или нет. Это мы потом решим, да? Мой мужчина в любом случае должен встать в защиту. Я чуть-чуть с мыслями сбилась, потому что я рисую и... Мозг, типа, думает над действиями. Так что, в комментариях можете мою мысль закончить. В общем, для меня это страх. Прийти куда-то, где мужчина за меня не постоит. Будет стоять, как в штаны обосраны. Это вообще просто такая дичь. Такой стыд. Стыд упал. То есть, получается, это женщине нужно не отстаивать свои границы. А какая бы ситуация ни произошла в обществе, в соцсуме-то, чтобы не было конфликта, чтобы никто и леща не дал, ей нужно молчать и хавать все. Такой мужчина еще и дома будет нотаться и читать, чтобы женщина никуда не встревала. Чтобы мужчине, не дай бог, надо было заступаться. Господи, какой сюр вообще просто. Давайте мы просто снимем еще чуть-чуть пусика. Я смеюсь, но мне не смешно на самом-то деле. Это очень грустно. Очень грустно только. Вот знаете, когда ты маленькая, у меня вес 42 килограмма, да. Мне всю жизнь приходится, ну, границы свои отстаивать. Но не всю жизнь. Это я, знаете, вспоминаю в основном школьные какие-то годы. Во взрослой жизни конфликтной ситуации намного меньше, чем когда ты ребенок. Потому что подростков, которые пытаются за счет тебя поднять свою самооценку, очень много взрослых. Не так уж. Ой. Ой, простите. Мне нужно, в самом деле, побыстрее рисовать, чтобы закончить успение. Просто, когда мне приходится разговаривать, я немножко туплю. Мне приходится одновременно помочь, что я говорю. И думать, что я тут рисую. Сейчас мы ему подкрасим. Безстыши. Щеки. Так вот. Хочется, конечно, чуть-чуть зеленоватого оттенка. Вот, в этой сумке. Стол мне очень хочется прорисовывать, потому что... Это соседи, что-то там опять врубили воду, наверное. Они ходят то пописать, то попить, то ребенок плачет, то... Я не знаю, что они, зачем ночью моются. Ребята, когда мне будут позволять финансы, я буду арендовать помещение, студию, и буду в спокойненькой днем, не ночью снимать свои видосики. Так. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...